Микс Ньюс Отличное, личное, личное утро Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро Каждую пятницу на радио Болтком После девяти утра Личное утро Ну что же, личное утро И сегодня мы поговорим о... Интересно, вот это тот самый случай, когда даже не знаешь Как правильно сформулировать об искусстве все-таки Или о... Вот спросим у нашего гостя как раз Это наш... Что это прежде всего? Павел Бирман, это график-дизайнер Здравствуйте, доброе утро Доброе утро всем И более того, мы читали о том, что шоу ЛНД Дженнерес Как раз таки вот ее оформление студии Тоже было не без вашего участия 3D-визуализацию вы делали Какой это опыт, расскажите об этом Ну там получилось так, что в Инстаграме Одно агентство заметило мою работу Вот, и они как раз таки работали над Именно визуализацией концерта Лилна Сикс Которую сейчас рекорды побил По... Там, он Крэмми Авардс получил И Билл Борзин рекордно... Таун Роуд, знаменитая композиция Да, там было такое И... Ну и да, я попросил Как бы, или можно купить мой этот everyday Который каждый день я рисую Ну вот, ну и немножко доработать Ну я как бы даже не знал Кому я это вообще делаю Мы примерно там за 2-3 дня Все там оформили, сделали Ну и да, через месяц он мне такое пишет Ну агентство пишет, он говорит Включаю Эллен Джонс на это шоу Я такой, ну нет, ну не может быть Жена тоже сказала, она говорит Ну не может быть, я куплю шампанское Если там будет Ну вот, и под конец сидели вечером Мы пили шампанское и смотрели это все Ну вот, ну и да, это очень как-то Я вот буквально это был второй месяц Когда уже начал эти everydays выкладывать То, что быстро, ну очень быстро И неожиданно, скажем так Ну а какие чувства увидеть в своей работе? Был шок, очень даже большой шок И меня не ожидал такого Ну вот, но сначала это мне казалось Что это самое высокое, что можно Ну для дизайнера, что для знаменитости Что-то сделал Но под конец ты понимаешь Все-таки это просто работа, да Которую ты делаешь И надо продолжать бомбить Вот это вот интересно Вы сказали, что когда ты думаешь Что вот там, это все Это, наверное, главное такое достижение А в какой-то момент Вот это очень важно Осознать, что это всего лишь Вот это один из этапов, да Это такой вот Отличить, наверное, может быть Успех от достижения Или как это для вас? Ну это, ну как вам сказать Ну да, это первый, да Вот этот момент, что ты уже все достиг Уже все, но потом Потолок такой, да? Да, потолок Ну да, проходит неделя Где неделя, ты понимаешь Ну еще есть фильмы Есть еще другие артисты И потом еще смотришь на эту работу Думаешь, ну все-таки Можно было покруче сделать Но это открывает Какие-то новые возможности Все-таки Эта работа очень помогла Да, потому что Это козырь, можно сказать, теперь И так как я одному агентству сделал Там уже начали слышать Другие агентства Такой вот там Такой есть Пал Бирман Который умеет там Создавать Всякие визуализации Ну конечно, я там столкнулся С кучей проблемами Теперь там И компьютер надо мощнее И многие вещи Вот, кстати, о компьютерах Что нужно действительно Для того, чтобы заниматься Такими вот Волшебными вещами Как визуализация в 3D-графике? Ну, если начинать Как бы если статичные фотографии делать Ну, 3D-рендеры простые И анимации Ну, как бы можно Полторы тысячи вписаться В компьютеры Да, там должна быть Ну, там еще вот Это самые простые Если мы говорим сейчас Или Ну, вот те, которые EveryD я выкладываю В принципе, там хватает Такого компьютера Мощности, да? Да Ну, вот Все сталкиваются С такой проблемой Когда надо рендерить анимацию Да, там Допустим Вот 30 кадров в секунду Да Видео Ну, или 25 Зависимо, как вы хотите И один кадр может там рендериться 10 минут Да И представляете 10 минут умножаем на 30 Да, это уже 5 часов 5 часов, да И потом еще Если у вас там 10-секундное видео Да Короче, можешь оставлять На неделю компьютер Еще это перегревается И Да И поэтому Есть, конечно, 2 опции Либо покупать компьютер За 10 тысяч 20 тысяч Да Либо Использовать Есть такие рендер-фармы Где-то Где-то Целое помещение Этих компьютеров Где-то там Высылаешь свой проект Там платишь Там 10-300 евро И они рендеруют Там буквально за один день Ну, зависимо, конечно, от проекта Ну, вот Да, ну Ну, да Как-то так Интересно, как вы видите Как вот С профессиональной точки зрения Видите ли вы мир Через вот призму Этого профессионализма Там условно Какие-то детали Не превращаются ли они Для вас В проекты Недостатки Вот Кружающего мира Ну, в том числе И недостатки, наверное Ну, бывает иногда Да, что я вот пытаюсь Есть такой считывающий Такой механизм Я бы сделал это лучше Ну, есть Да, иногда есть Такое Пытаюсь там что-то показать Там, допустим В последнее время Там иногда Там город там топится И все такое Хочу показать Что людям надо Немножко собраться И подумать о природе А то мы идем В непонятную сторону Вот И бывает Да, что я там пытаюсь Как-то Ну, свое видение Будущее показать Там Одна работа у меня была Я ненавижу политику Как бы Стараюсь Не затрагивать Ну, была одна работа Где я там нарисовал Ну, как-то это называется Government И придумал такую машину Типа как Вау, ты можешь голосовать Смайлик И ставить Насколько ты В тот момент Доволен выбором Ну, там Наработать правительство Да, или там Законами Да Ну, такой-то вариант Почему решили Такое сделать Если стараетесь Быть отстраненным От политики Ну, я уже не помню Это давно Это давняя работа была Ну, там Какой-то бардак У нас там начался Там Я считал Шли поучаствовать Как-то Ну, минимально Да Но вообще Вы Грета Тумбир Поддерживаете По всей видимости Вы сказали За зеленое движение Ну, да Как вы вообще Пришли Вот в эту В эту область Что бы послужило Толчком Чтобы стать Ну, вот Найти именно Такой Поворот Что не Карандаши Не бумага А компьютеры В дизайне Рисовать Я не умею Я ужасно рисую Ну, это уже Со школьных времен Вот И графика Как бы мне Более-менее Всегда была близка Я там Фотошоп И пейнти Что-то там Пытался рисовать Вот И Ну, и 3D Вообще для меня Было всегда такое То, что я хотел начать Но это Одно из самых сложных В то время Когда я там Пытался что-то сделать Я помню Папа там Книги подарил Вот такие толстые Вот И там ничего Не было понятно Я уже в один момент Даже откинул Что не получится Но тогда появился Ютуб Появились обучающие Тоже программы Сейчас поменялись Сейчас уже более-менее Ну, легко обучиться Этому всему И тогда вот В один день Я помню Это 13-й год Как раз таки начался После конца света Скажем так Ну, вот Я решил Все Я буду каждый день Учиться 3D программе И тогда я там По 5-6 часов Сидел Мучился Вот именно самостоятельно Без Ну, да Ну, в Латвии Тут есть какие-то курсы Я смотрел Ну, в принципе Мы живем в таком веке Да, что В Ютубе Там и других ВМО Там можно найти Очень много хороших Обучающих материалов С которых можно начать Самое главное Чтобы себя не убить Мне кажется, надо начинать Ну, с маленького Да, потому что Не будет так Что ты открыл программу И сразу там город нарисуешь Такого не будет Надо постепенно И если ты начнешь Сразу что-то Ну, с чего-то большого Возможно, ты себя просто убьешь Ты подумаешь Что ты ничего не можешь сделать И откинешь эту идею То есть постепенно Надо подходить к этой цели Чтобы не отчаяться Может быть, в своем Не потерять Уверенность в своем таланте В принципе, да Это как-то, не знаю Первый раз сесть Какую-то спортивную машину Да, это мело Сразу гонщик Скорее всего Ты разобьешься Да, вот И то же самое Тут надо постепенно Постепенно начинать И с маленького И тогда все получится То есть не нужно замахиваться На что-то На что ты сейчас Пока не способен И как вот оценить Кстати, свои способности Объективно здесь Потому что соблазн Наверное, замахнуться Он велик Может быть, нет Но вот как для вас Ну, у меня есть такая вот Вот пару раз обжегся У меня было Такой случай Потому что у меня Политика такая Что до 12 часов ночи Я должен какую-то работу сделать И бывает такое Что я там пытаюсь Нарисовать какой-то Бешеный город Там много деталей И так далее И потом ты уже понимаешь Это уже не успеваешь Ну, как бы И, ну, как это даже объяснить Я не знаю Ну, да Вот, и тогда я понимаю Что надо немножко приземлиться Как бы постепенно все-таки Как-то накачивать этот мускул Вот Вот вы сказали Что папа приносил книжки вам В детстве Да Какие были ваши детские мечты Вот читаем, может быть, эти книжки Опять же, если мы говорим О вот этих замахах Может, ввысь, да Ну, я очень любил лего Так что я думаю Вот это и есть начало всему Я очень любил все, что собирается Смотрел тогда Дискавери канал Ну, вот И там пытался Там смотрел У самолета Там шасси так выходит Ну, надо из лего это собрать Так что я думаю Что вот там это и есть Это начало Что я всегда хотел Что-то собирать Делать Ну, вот Ну, как бы У меня руки из одного места И поэтому я понял Что Рука меньше не смогу Да И 3D все-таки Открыло у меня этот путь То есть можно Даже не умея рисовать Получается Это такая возможность Для людей Реализовать свои какие-то Творческие амбиции При помощи Современных технологий Да Я думаю Это очень хороший способ У нас тоже сейчас Вообще технологии Очень меняются Сейчас очень много Начинает использовать Этот Макс Тегасинтелекс Ну, искусственный интеллект Искусственный интеллект Там Раньше, допустим Если надо было Там, не знаю Там машина взрывается Да Там мучится Там что-то рисовать Сейчас есть в принципе Это там Я хочу, чтобы эта машина горела Мышку нажала Машина То есть проще То есть Проще-проще становится А вот получается Не убивает ли это Ну, условно говоря Художник Ведь раньше Художник рисовал картину Он не мог сказать Вот нарисуйте-ка мне Вот это Хотя Большие художники У них были Подмастерья Но они должны были Это все Как бы Объяснить им А тут получается Что Вот где Где эта граница Вот это моя работа Или это не моя работа Если Тут половину Все нарисовал Искусственный интеллект Это Очень часто Спрашивают Насчет этого Нет Я считаю Это наоборот Помогает Ты сможешь Больше концентрироваться Допустим На композицию Ты меньше будешь Тратить время У тебя будет больше Времени Перепрыгнуть На следующую работу Ну Ты быстро Одно нарисуешься И сразу сможешь Не знаю Вторую идею Выкладывать То есть получается Что если Предположим Вам Что-то Ну вот Попросят создать Какой-то искусственный город Вот визуализировать Вы можете Воспользоваться Уже готовыми Какими-то заготовками Да Ну вот Вот тоже Вот У нас был спор В форуме Дизайнеров Там некоторые пишут Ты не артист Если ты там Все с нуля Не моделируешь Я как бы Против этого Как бы Не ну конечно Сначала Сначала Когда ты учишься Ты должен научиться Моделировать Это закон Потому что Даже если Ты готовую модель Покупаешь Скорее всего Тебе надо Там что-то менять И ты можешь Поменять Только если Ты знаешь Как это работает Ну вот Ну там Говоря вот Допустим О проектах Да Я покупаю модели Потому что Это ускоряет время Я могу Вот допустим Один и тот же самый проект Там нарисовать город То же самое Да Там город И там Не знаю Машины летают Тот дизайнер Который скажет Все надо с нуля рисовать Он будет месяц Это делать Допустим Сказали проект Бюджет проекта 2000 евро Ну вот он месяц Рисует Я бы сделал так Я захожу Китбаш 3D Вот это как раз Где можно найти города Захожу туда Покупаю комплект За 200 евро Вставляю свою 3D программу Расставляю дома Как я хочу И это мне займет Там день Полдня может быть Да И тогда я могу Там не знаю Там три дня Больше работать На композицию Как там свет падает Как это Ну можно сказать Красивее даже Получится Чем тот С нуля прямо Да И получается За 4 дня Я получу 2000 евро Ну ладно Минус эти 200 евро Да Я могу сразу Перепрыгнуть На другой Следующий проект Ну так Распределить свои силы Грамотно В том числе Тоже да Ну ты не будешь Заморачиваться Да там Вдруг там Ой окно там Кривое получилось Все надо заново Вы сказали еще О летающих машинах Не знаю В шутку или всерьез Насколько Вот это вообще Какие тренды Сегодня есть В графическом дизайне Ой Сайберпанк Мне кажется Что это Расскажите нам Поподробнее об этом Дизайнеры видят Будущее Да Там много света Там летающие машины Там одежда Непонятная Виртуальная реальность Там все в очках Там ходят Такая гротескная форма Да или нет Ну Гипертрофированная Может быть Ну типа да Там ну И вот это сейчас Очень хорошо идет Вот реально Как начал там Какие-то пару машин Летающих Делать У меня там Инстаграм просто сорвался Ну вот Ну конечно Мне там некоторые друзья Пишут Говорят Паша что у тебя там Кризис Ты одни машины рисуешь Ну я все-таки Ну я все-таки Пока что смотрю Ну на себя Скажем На Пал Бирман Тоже смотрю Как на бренд И я его пытаюсь Продвигать Я понимаю Если эта машина Помогает мне Получить больше подписчиков Я буду эти машины рисовать Пока что Пока у меня там Пока я только начинаю Я буду немножко Таким скажем Коммерческим Стать Ну а с чем связана На ваш взгляд Эта популярность Вот тех же летающих машин Людям хочется От реальности уйти Как вы думаете Вот погружаясь В этот мир Такой иллюзорный Может быть Ну я думаю Такая матрица Я думаю Что да У каждого человека Есть немножко такое Что он хочет закрыться От всего Убежать В мире Там вообще кошмар Происходит в последнее время Да И пожары И коронавирусы Да Там и так далее В принципе вообще Мы новости открываем Мы в принципе Видим один негатив И Так что да Это Я думаю Что каждый хочет Как-то куда-то спрятаться Я не знаю Какой-то домик На горах Отдохнуть Кофе попить Спокойно И В принципе Даже это моя цель Почему Вот я тоже Сейчас я очень жму На этот 3D Обучиться Там хорошую работу Получить Ну не работу Халтуры Получить хорошую Вот Чтобы Тоже постепенно Уже перейти на то Чтобы я уже мог бы выбирать Какие проекты брать Какие нет Которые для меня Будут интересны Чтобы себя почувствовать Свободным Насколько для вас Важна реакция Подписчиков В этом Нет ли противоречий Между тем что нравится вам И тем что нравится Вашим подписчикам Условно Ну сейчас конечно важно Что им нравится В принципе Критику я обожаю Критик она сделает лучше Ну если она конструктивная Согласитесь Если она конструктивная Тут вопрос Созидающий Разрушающий истории Если данный Можно Ну да Бывали там Бывали там некоторые комментарии Но я честно говоря Даже смеялся Я даже спечатал себе Ваши личные хейтеры Да А есть такие хейтеры Которые ходят И вот обязательно Каждую работу Нужно покритиковать Ну есть Но они не только Меня критикуют Я часто там Анализирую Кто этот критик Но в основном Они все Которые в диванах Сидят Ну вот Ну это Я думаю Вообще не надо заморачиваться Многие люди Конечно заморачиваются Там Что-то обо мне Там плохое Там пишут Там это То есть вас не ранят Нет Это как бы А получается ли так Что Сегодня вот Как бы вы отвечаете На запросы Ваших Ну фолловеров Подписчиков А завтра В принципе Вы Ну почувствовав Что их стало больше Можете Уже Их направлять То есть Ну как бы Диктовать Диктовать Да вкусы Типа инфлюенсер Да Инфлюенсер Ну вот Когда эта граница Сколько Это измеряется Числом подписчиков Или когда Это происходит Рубеж Я честно говоря Даже об этом не думал Но Это Ну Это знаете Это становится уже Оружием таким Знаете Опасным Не ну скорее всего Да Если там вдруг Стукнет Очень большой Подписчик Буду очень осторожен С тем Что Писать и говорить Потому что Люди могут как-то Не так понять Или там Не знаю Человек там Что-то может Плохое там Не знаю Сделать Это я вообще Хочу избежать То есть вы бережно К своим подписчикам Да Поэтому никакой политики Ничего такого Там Хотя С другой стороны Ну вот у вас же есть Такие получается Остросоциальные темы Когда Ну человек может Как бы критика Правительства Или там Неудачных законов То есть Вот где Это политика Или нет Какие-то вот такие Социальные темы Которые затрагивают Может быть Ну Чтобы человек задумался Да О том что болит У общества В принципе Даже может быть Если абстрагироваться От политики Мы не говорим Что голосуйте Там за партию Или за какого-то Конкретного человека А вот говорим О проблемах Которые волнуют Общество Ну вот один из Я там посмеялся Про корону Было такое дело Я нарисовал Типа как Вирус выглядит Да Там колба такая Ну и там Этикетка Пива Корона Это тоже Очень хорошо Бомбануло В интернете Ну Ну Я пытаюсь Все-таки избегать Этого всего Потому что Как бы Это на самом деле Очень хорошо работает Ну С точки зрения Маркетинга Пиара Обратной связи Какой-то Да Ну Если там Не знаю Трампа засунуло бы Я думаю Что это Бомбануло бы Да Но Так как Ну Это опасно Скажем так Если вдруг Захочу в Америку поехать И скажу Что это такое Не-не Мы тебе визу Не дадим То есть Это из разряда Как бы что не вышло Или это просто Вам не хочется Внутренний голос Касаться этого Да Вот почему Почему остерегаетесь Так все-таки Ну вот Во-первых Да Из-за того Что если Допустим В Америку Надо будет поехать Да Они будут смотреть Что я там рисую И С другой стороны Да Вот Ну Последствия могут быть Этого всего То есть Ответственность какая-то За эти шаги А что первично Все-таки Вот для художника Это вдохновение Или железо То есть Я имею ввиду Что эта картинка Которая появляется Она сначала должна появиться В мозгу у вас Чтобы визуализироваться Или наоборот Вот уже подсказывают Готовые решения Какие-то эти Конструкторские блоки Все зависит от Ситуации Как там день прошел Бывает Да Там Не знаю Что-то произошел В этот день Да Допустим Я сегодня Брадио Скорее всего Я буду опять Тарелку рисовать Ну и бывают случаи Когда там Такой кризис Немножко И тогда Ты просто Начинаешь Накидывать Какие-то модели Что-то И потом Уже постепенно Уже образовывается Что-то Ну в основном Конечно Когда вот Побольше времени В субботу В воскресенье Тогда иногда Я реально стараюсь Те же самые Летающую машину Крутую нарисовать Как я там вижу Как там будет В будущем Или какой-то Красивый пейзаж Там И плюс еще Чему-то новому Получиться Вот Чем вот Хорошо Вот эти Эбрида Издашь Что ты сможешь Ну ты концентрируешься На одном Вот я пытаюсь Ну вот Начальные работы Если посмотреть Они вообще Полный кошмар Но И там Допустим Здесь я пытался Научиться Как туман работает Тогда там Какая-то Туманная фотка Да Там здесь я пытался Понять Как там Немножко по-другому Свет И поэтому Я вообще советую Дизайнерам Любому дизайнеру Там Я не знаю Он там Ручкой рисует Или В фотошопе работает Или еще где-нибудь Да Попробовать Хотя бы Первые 30 дней Потому что Он сразу увидит Результат Что он лучше становится Потому что Как ты поставишь Дедлайн себе Так Ты будешь Хочешь не хочешь Ты будешь Концентрироваться На одном И ты не будешь Заморачиваться О мелочах Вот Самая большая проблема Многих дизайнеров Да Почему работа Там тянется Месяц Хоть ты мог Сделать за неделю Ой тут пиксель Не так Ой тут Это Начинается А на самом деле Это в интернет Выкладываешь То есть Дотошность Получается Она не нужна Я считаю Ну Если конечно Клиенту Я не знаю Адидас Ты знаешь Это плакат Там будет 10 на 10 метров Ну тогда конечно Советовать Уверять все Все эти нюансы Ну тогда лучше Да Ну если ты там Делаешь Там чисто Для интернета Я считаю Не надо Потому что Как люди Они делают Они скроллят Они там посмотрят Прикольная фотка И все дальше Редко кто будет Знаете Приближать Приближать А ну Видишь Там нога летит По воздуху Да Там не будет Но все-таки Такие внимательные Есть подписчики Наверное Есть Да Ну там не подписчики Я очень много Работы выкладываю В форумах Это в принципе Вот То что Вот я тоже Советую Ну я не знаю Там Дизайнер Или там Кто-то другой В инстаграме Не только Инстаграм оружие Очень хорошее Оружие В фейсбуке Группы Вот там Вот я сижу В четырех Или пяти Группах По 3D И там Я выкладываю Работу И там На самом деле Оттуда я получил Очень хорошие Халтуры иногда Потому что Ну Где я буду искать 3D дизайнеров Скорее всего Там где они Там все тусуются Вот В инстаграме Там в этом В океане Трудно найти А вот там Вот можно найти И оттуда Вот Ну Как сказать Так Сейчас подумаем Оттуда именно От форумов Вот легче всего Получить поток На свой инстаграм Инстаграм Ты выкладываешь То есть они переходят С форумов На инстаграм Да А получается Так что На форумах Это какая-то Возникает Своя тусовка Ну вот Или можно сказать Или единомышленников Или конкурентов Или ну вот То есть Вот вы знакомитесь Получается С своими коллегами Обсуждаете ли вы Какие-то Свои внутренние Вот Ну вот Моменты Которые Чисто профессиональные Конечно И мне очень важны Критики Здания Строят Как Проводят Газовые Дороги Открывайте Такую рубрику Это у вас вопрос А вопрос Будет у вас К нашему гостю Ну а что-то Понятно 6191 За рендер 30 евро Можно 20 евро Зависимо от компьютера Лицензия Для вас Да я не знаю Как-то Само по себе Это как-то Ну я вообще Всегда любил Фильмы Которые там Про будущее И победно Оттуда Это все И пошло Поехало А космос Кстати Для вас что Это что-то такое Зовущее Притягательное Или что-то враждебное Как вы воспринимаете Притягающее То есть Враждебность Нет такого Нет Я там Вижу Такое Ну это Пространство Тишина Покой Любить тишину Да Но не получается Ну вообще Никак А насколько Вот ваш день Загружен То есть вы говорите Что нужно Выделить На вот Эту ежедневную Работу Every day Есть Есть у вас Еще Как заказы Кроме этого Я так понял Вы постоянно Учитесь То есть Это я понимаю Тоже необходимо Для каждого Есть ведь Еще и Семья Есть Дети Жена То есть Это вот Как все Все совместить Я в туалет Не хожу Ну не Ну там Да У меня Постоянная работа У меня Два ребенка Жена Ну вот Кстати К счастью Очень поддерживает Вначале Она как бы Не очень Верила В этот Every day Я думала Что-то там Сидишь за компьютером Но когда Это начало давать Обратку Очень поддерживаю Так что Я огромное Спасибо за это Ну вот И да Еще Халтура Ну вот Обучение Я пытаюсь Вместить Именно с этим Every day Ну вот Я пытаюсь Я пытаюсь Потом 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 Когда это Ну Получилось Что Что это Были За Такие Эмоции Ну Торжествующие Что Вот Удалось Доказать Или Или Как Это Ну Конечно Да Я не знаю Может Может ли Такое Наступить Или Это Будет Отток Просто Постоянный Мозгов Из Латвии В Латвии Вообще Да Вот Это Маленькая Проблема Конечно Большие Компании Нормально Платят За Работу Ну Часто Да В Латвии Просто Не хотят Платить И Это Проблема Из-за Того Что Они Не Понимают Что Под Момент Айсберга Реально Там Художникам Если надо Лицензии Покупать Технику Надо Покупать 3D Дизайнеры Которые Видео Занимаются У них Компьютеры По 4 Тысячи По 6 Тысяч По 10 Тысяч По 15 Тысяч Компьютеры Бывают И плюс Еще Фотокамеры И И Поэтому Конечно Обидно Если Там Надо Логу Рисовать За 25 Евро Ну Я Реально В минусе Остаюсь И поэтому Очень многие Уезжают Я считаю Это неправильно Надо Оставаться В Латвии Очень Многие Работают Программисты Дизайнеры Еще Там Они могут Отдаленно Работать Я вообще Не понимаю Зачем Покидать Свой дом Уже Мне кажется Такое Как Ну Не знаю Трусы Что ли Там Получается Ну Вот И Да И сейчас Конечно Лучше Легче Получить Выгоднее И Лучше Получать Работать За границей То есть Удаленно Можно работать Я патриотично Но Насколько Все-таки Вот Эта Возможность Удаленно Получать Не Будучи Ну Может быть Здесь Тогда человек Все-таки На виду Он Где-то Заводит Знакомство Которое Помогает Ему Получать Новые Заказы Вот Легко Ли это В Латвии Проживая Сделать Я имею Ввиду Зарубежные Заказы Ну Конечно Есть ситуации Когда Лучше Стретиться С клиентом Который Объяснит Что и Как Там Допустим Ну У меня Бывали Случа Надо Было Не Машину Рикша Рисовать И Тоже Сейчас Один Проект Но Там Отдаленно Было бы Сложновато Тебе Надо Видеть Что Ты Будешь Переделывать И Рисовать Но В принципе Если Там Хороший Проект Скорее Все Тебе Платят Билеты Туда Обратно И Должно Быть Проблем Но Еще Очень Многим Советую Если Денюжка Позволяет Или Попросить Работу Если Где-то Работаете Если Должны Быть Какие-то Программы Которые Работника Должны Стимулировать Ездить На мероприятия Которые Актуальны Именно По твоей Профессии Потому Что Это Дает Очень Хороший Контакт Это Конференции Какие-то Или Что Ну Конференции Выставки Вот Это Я Почему Я вообще Эвердайз Начал Потому Что Я В Испанию Поехал Учиться Майкл Винклмэн Бипл Он 12 лет Уже Эвердайз Рисует Ни один День Ничего Не пропустил Ну Наверное Ну Вот И Это Мне Дало Очень Большую Возможность Во-первых И то Что Я У него Учился И Простимулировало Поэтому Я начал Эти Эвердайз И Я Советую А ну И плюс Еще Начал Я Поехал В Москву С ним Месте Я Тоже Хорошие Контакты Получил И В принципе Очень Большая Реальность Вот Если Ты Поедешь На Какую-то Выставку Ты Получишь Какого-то Один-два Клиента И Возможно Это Будет Длинный Проект Которого Ты Во-первых Окупишь Эту Выставку И Получишь Зарубежную Сразу Вопрос Здесь Слушатели Задают А почему В Латвии Не хотят Оплачивать Труд Дизайнер Ну Вот Это Не ко мне Вопрос В чем Причина Вы Севские Соображения По этому поводу Лого стоит Там Тысяча Евро Две Тысячи Евро Он Думаю Что Это Такое Ну Реально Если Ты Заплатишь Дизайнера Там Скорее Студента И так Далее Там 50 Евро Там За Лого Да Ну Он Там Накляксывает Ну Вроде бы Прикольно Смотрится И отдал Я считаю Что Лого Надо Смотреть В интернете Копаться Как Там Это Твое Лого Будет Выглядеть В интернете Это Во-первых Ну Ресорч Во-вторых Еще Ты там 101 вариант Будешь рисовать Ты будешь Еще Общаться С клиентом Плюс Еще Конфиденциальность Это Тоже Очень важный Фактор Который Клиент Нужен И Ну Оттуда И образовывается Эта сумма Эти Тысячи Евро Допустим Да Они Поделятся Скорее На 20 Дней Тысячи Делим На 20 Ну Это Некоторые Делают Са 10 Тысяч В Латвии Есть такие Дизайнеры Которые Делают За 10 Тысяч Я думаю Что Есть Агентства Которые Делают Большие Деньги То есть Две Тысяч Это Нормальная Цена Для Логотипа Ну Это В принципе Да Студии Это Агентство Уже Начинаю Ну В Москве Там Есть Лебедев Да У них Там За 1500 Евро Это Чисто За 5 Минут Они Лого Рисуют Это Клякс Там Ребята Реально И работают Над этим Кстати Вы сказали Про Артемия Лебедева Важно ли Оглядываться На чужой опыт Ну Просто Смотреть Как делают Другие И Вот Каким-то Образом Может быть Не подражая Но Что-то Для себя Перенимая Конечно Важно Конечно Я даже Кстати Там В инстаграме Не знаю Либо Парень от меня Взял Он тоже Начал Летающую машину Буквально Появился Такой Последователь И Круче Инстаграм Чем у меня Я не знаю Либо совпало Буквально После меня Началась У меня Выстремнула Одна работа И это Меня даже Радует Потому Что Тут Вопрос Пришел Очень Забавно Слышал Что Логотеп Я понимаю Юрмалы Стоит 12 тысяч Евро Но Я понимаю Что Просто Какой-то Крючок Полосатый Крючок Ничего Особенного Но Дескать Это Действительно Стоит Таких Денег Или Это Я понимаю Расшифровывая Вопрос Или Это Ну Уже Там Просто Какие-то Махинации Там Пошли Это Мне кажется Очень Популярная Тема Я помню Когда он Появился Интернет Просто Зарвался Между Дизайнерами Там Там Было Непонятно Что Под Этими 12 тысяч Либо Только Лого Либо Там Они Какие-то Материалы Разрабатывали Может Там Еще Был Полный Бренд Бук Если Это Полный Бренд Бук Там Допустим Лого Как Это Лого Будет Выглядеть Там На Стенках Приготавливать На Кепках Допустим Может Как Кресла Должны Выглядеть С этим Лого И так Далее Тогда Это Адекватная Цифра Справедливая Если Говорить О Таком Комплексе Как Там Было Сделано Я Не Знаю Я Даже Не Вы Кстати Не Думали О Чтобы Открыть Школу Для Молодых Тоже Молод Безусловно Для Совсем Начинающих Графических Дизайнеров Я В 15 Году Пытался Я Когда Начал 3D Обучаться Я Открыл Эту Школу Это Было Очень Сложено Это Очень Большая Трата Времени Денег Сейчас Я Даже Это Позволить Не Могу Но Все Пришлось Закрыть Ну Как Поэкспериментиров Получилось Нормально Некоторые Даже Продолжают Рисовать Один Игры Делают Но Сейчас Очень Богатый Интернет И Спокойно Можно В интернете Обучиться Как Я Говорил Сначала Не Разгоняться Постепенно Учиться Должно Быть Терпение Какое-то И В принципе Сейчас Суббота Воскресенье В Кипселе Будет Большой мероприятие Этот Hyper Я Буду С компьютером И Ко мне Может Любой Подойти И Спросить Как Я Это Рисую Могу Поделиться Или Пусть Приходится Своим Компьютером Я Могу Помочь Что-нибудь То есть Просто Можно Будет К вам Обратиться За Советом Да Я Не Боюсь Делиться Вообще Я Не Вижу Конкуренции Потому Людей Кому Что-то Надо Что Ну Нет Конкуренции В любом Суча Найдешь Себе Какую-то Работу Тем более Там Хугабосс Допустим Они Не будут Все время Одного Агентства Просить Они Зависим От ситуации Плюс Еще Зависим От Локации Кстати Маленькая Работа Тоже У них Была Моя Вы Предвосхитили Вопрос Про Конкуренцию Все-таки А Насколько Все-таки Вы Ощущаете Или нет Вот Это Что За Какие-то Заказы Может Локтями Нужно Раздвинуть Остальных Побороться Сама Ситуация Говорите Что Все Найдут Работу Но Наверняка Есть Какие-то Лакомые Какие-то Заказчики С Особо Большими Заказами Есть Но Все деньги Мира Ты не Заработаешь И На Все Время Ты Найти Не Можешь Ну Бывает Да Очень Редко Сейчас У меня Реально Загруженность До июня Походу Я сейчас Работаю Над одним Клипом Вот И Сейчас Вот У меня Уже Агентство Писало Кстати То же самое Агентство Которое Лэншо Я там Делал Будет Огромное Мереприятие Надо будет Анимации Делать Так что За это Полгода Я может быть Потеряю Какую-то Возможность Но Я просто Этим Хочу Сказать Ты не можешь Все работы В жизни Взять Надо Отпускать Мне кажется По поводу Конкуренции Вы до этого Очень так Точно Сформулировали Когда Рассказали Эту историю О том Что Летающие Машины Возможно Идею Летающих Машин Взял Блогер У которого Более Популярный Инстаграм Чем у вас Тем не менее Вы довольно Философски К этому Отнеслись Без Каких Либо Обидчивых В этом смысле Импульсов По отношению К ним Было В форуме Интересно Я вообще Был в шоке Честно говоря Там большой форум Там 107 тысяч Походу Подписчиков Один парень Выложил Тоже Похоже Капсулы Была Тоже Корона Написана Как пиво Корона То есть По сути То что вы сделали Да Первый И там Один чувак Я только Смотрю У меня Нотификейшн Выскакивает Что у меня Отметили Я туда Захожу И там Один парень Написал Ты не первый Первый Был Бил Ничего себе Где-то Про меня Все-таки Слышат Потом Этот парень Мне Мессенджер Написал Он говорит Слушай Я конечно От себя Это взял Работу Я говорю Да ты круче нарисовала Ты молодец Продолжай То есть Он признался Что он Вдохновился Я тоже Копировал Иногда Не полностью Нельзя Копировать А где Граница Заимствования Идеи Знаете В музыке Сейчас говорят Что это Стало Большой проблемой Потому что Как будто Уже все Сочинено И обязательно Где-то Кто-то У кого-то Позаимствовал И судится Там постоянно Что-то На что-то Похоже В вашей области Это Спространенное Бывает Что лого Похожее Самая такая Полностью Копировать Тем более Если это Коммерческая Работа Лого Создать И так далее Нельзя Копировать Это Некрасиво Во-первых Это получается Тупо Потому что Тогда твое Лого Как бы Могут тебя Перепутать С кем-то Другим Ну вот Да Это Очень часто Такое Ну все-таки Вот это Ощущение Когда У нас Был Латвийский Дизайнер Бирменис Нет Не Бирменис Бирменис Да Не так давно Который на НБА Попал Да Я смотрел Он суперский Чувак Да Он как раз Рассказывал О том Что Вот Тот Бюстгальтер Который Создал Жан-Поль Готье Он Придумал Еще За несколько дней Лет Да Ну Задолго До Но Он не стал Настолько Популярен Как у Жан-Поль Готье Все-таки Вот это Ощущение Какой-то Несправедливости Оно есть Если вдруг У кого-то Чей Инстаграм Популярнее Если говорить Возможности Ресурсов Больше Та идея Которую Вы придумали Еще До Этого Она Выстрелила Именно у него Есть Вот это Ощущение К этому Надо подходить Я думаю Трезво Просто Потому что Если Чувака 100 тысяч Подписчиков Или миллион Подписчиков У тебя 2000 Подписчиков Ну Быстрее Лучше Хочешь Не хочешь Я в таких Случаах Делаю Так Если Мне нравится Работа Которую я нарисовал Я хочу И Буст Я делаю Ну Буст Это Реклама Плачу Там 30 евро 20 евро Чтобы Конкретно Это работает Работает То есть Есть Откликовые В принципе Самое лучшее оружие Да Сейчас Не фейсбук А инстаграм В фейсбуке Им Довут группы Очень хорошо Работают Так что Если Начинающий Дизайн Или Уже Не знаю Надо Постараться Потому что В Латвии У нас Я знаю Очень Многих Хороших Терриографистов И Двух Очень крутых Давно их Знаю И они Блин Сдались Ну Почему Потому что Они могли Халтуру Получить Вообще Мало Кому Надо Отредать Но то Что Они Сдались Это Ну Нельзя Так Если У тебя Что-то Не Получается Не Сдавайся Продолжай Потому что В любом Случа Когда-то Тебя Выстро Нет То есть Продолжать И Продолжать Или Есть Какой-то Срок Дедлайн Когда Не Получается А То есть Только В таком Случа В таком Случа Я вижу Ну Не Ну Конечно Надо Анализировать Свою работу Я Допустим Выкладываю Работы Я там Всю аналитику Запустил Все запустил Я Слежу Как она Работает Откуда С каких Стран Я пытаюсь Как-то Оценивать Свою Работу Ну И Какашку Черт Надо Вот это Поменять Тоже Насчет Контента Я работаю Ну Надо Следить За всем Конечно Если Ты будешь Все время Одно То же Самое Делать И Это Не Работает Тогда Надо Все Так Задумываться Что-то Поменять Немножко Для Молодого Начинающего Специалиста Как на Ваш Взгляд Лучше Начинать Свою Ну Какую-то Автономную Такую Деятельность Или Уже Пойти В Компанию Сложившуюся Компанию Там Развиваться В Компанию Потому Что В компании Есть Дедлайны И Ну Да Самое Главное Дедлайны Он Там Какую-то Практику Наберет И он Еще Поймет Как Компания Работает Потому Что Дизайнеры Я считаю Надо Понимать Как 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 Компании Работают Ну Чтобы Адекватно Лого Тот же Самый Чтобы Не Было Так Что Компания Разрабатывает Какой-то Тяжелый Метал А ты Лого Сделаешь В виде Сердечка Да Там Так И Ну Да Спрашивают Слушатели Нужно Можно Ли Патентовать Свои Работы Ну Вот Продолжая Вопрос Заимствования То есть Или Как-то Ставить Свою Подпись Какой-то Знак Не Знаю Там Watermark Чтобы Эти Работы Не Воровали Как Как Это Можно Сделать Ну Во-первых Про Свою Работу Могу Сказать Забирать Реально Ну В любом Я делюсь Своими Работами Да Когда Мне Спрашивают Можно Его Использовать Для Музыкального Там Какого-то Там Мне Все равно Даже 15-летний Бери Но Были Случаи Да Когда Я знаю Что Работа Ну Может Быстро Но Может Быть Там Много Этих Решей Будут Делиться Ну Тогда Я Подписываю Типа Пал Бирман Инстаграм Ну Вот И Насчет Патента Можно Патент Сделать Но Если Я Правильно Помню Этот Патент Буквально Там Немножко Что-то Поменял И Этот Патент Можешь Выкинуть Смус Ну То есть Не Не Защищает От Копирования Если Может Тотально Не Защищает Да То 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 У Меня Такой Конспирологический Вопрос Живем Ли Мы В Матрице То Есть Теории Что Все Это Ну То То Весь Окружающий Наш Мир Нарисован И Насколько Тогда Вы Оцениваете Работу Этого Дизайнера Я Помню Ну Как Я Как бы Не особо В это Верю Кто Знает Вообще Что Происходит В мире Это Я Живу Как Живу Что Я Вижу Вижу Но Как Там Вообще Все Происходит Я Даже Не Знаю Мы Никто Не Знаем По Большому Счету Поэтому Есть Художники Дизайнеры Которые Вот Придумывают Или Там Видение У них Там Было Знаете Там Какой-то Неправильный Сигареты Покурили Да Там Ну Вот И Выкладывают Так Так Что Так Все Эти Драконы Не знаю Там Какие-то Фантастические Миры Это Ну Мы Не Знаем Ну Вот Реально Вот Мы Не Знаем Если Даже Про Лох Нес Бедные Озеро Перекопали Весь Может Он Там И Был Может Был И Не Был Мы Не Знаем Это Говоря о Реальности У вас В Фейсбуке Написано Что Вы Работали На ЛТВ И ПБК Было Такое Дело Да Жена У меня ПБК И Как Кем Там Ну То есть Что Вы Там Делали Непосредственно Что Делали Для В Латвийском Телевидении Я Был Техническим Человеком Телефоны Компьютеры Чинил Я Вообще Учился На Пограммиста Я Всегда Хотел Быть Дизайнером Где-то Глубине Души Я Там Даже Дежей Ствол Я Был Дежеем Какое-то Время Вот И Да В Латвийском Телевидении Шесть Лет Отработал И Это Как Раз После Латвийского Телевидения Умеешь Но У тебя Опыта Нет У тебя Не Берут Ну И Как-то Повезло Что Именно ПБК Выставил Ну Там РЕН ТВ Больше Работал Выставил Что Им Нужен Видеомонтажник Я Более Менее Там Знал Конечно Ну Вот И Выслал Свои Работы Им Понравилось Ну Там Правда Зарплата Не Была Самая Высшая Да Но Мне Лишь Бы Вот Потом Меня Перекупили Дэц Работал А теперь Я Опять Уже Поменял Работу Теперь Я В группире Там Вообще Там Полностью Сферы Поменял На Финтеч Пошел В группире Спрашивают Все-таки Еще раз По поводу Консультации Может быть Вы еще раз Напомните Где Может быть Можно С вами Встретиться В ближайшее время Это будет В Кипселе Суббота Воскресенье С 9 До 6 Походу Вечера Да Там В каком-то уголке Там буду сидеть Так что Ищите меня Подходите Не стесняйтесь Я не кусаюсь Да Так что Суббота Воскресенье Кипсела Там Встречаемся Ну Наверное Уже финальный вопрос У нас Был интерактив Буквально За час До того Как вы пришли Мы говорили О любви Хочу тоже вас Спросить о любви Графический дизайн Это любовь С первого взгляда Для вас Для меня Да Конечно То есть Такая абсолютная Я видите Как влюбился Что продолжаю И так далее Не ну Любовь Это все прекрасно И всем желаю Любить Потому что Любовь Это Мне кажется Одно из самых Главных Мотиваторов Вообще Что-то делать У меня дети Родились И я понял Что надо Что-то менять И вот Поэтому Сейчас очень интенсивно Работаю Надо этим всем То есть Любовь Которая движет Да Любовь Это наш бензин Очень красиво Ну что ж Будем на этом заканчивать Да Павел Бирман Спасибо большое Спасибо вам Спасибо вам